Сразу несколько крупных объектов капитально ремонтируются в этом году в Городецком округе. В парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Заволжье завершается работа по укладке брусчатки. Установлены тренажеры, лавочки и площадка для фотозоны. Уже готова и главная достопримечательность парка – новый фонтан. На днях прошел его пробный пуск. Заметно преобразился стадион «Спартак» в городце. Новые трибуны с пластиковыми сидениями, беговые дорожки. Завершается отделка административного здания. Работа по капитальному ремонту ведутся в Доме культуры Северной и Детском музее на Купеческой. С информацией об этом на очередном заседании Земского собрания Городецкого округа выступила директор учреждения Городец-стройсервис Ирина Севкова. В своем выступлении она отметила, что в Городецком округе появляются и совершенно новые объекты. А одной из наиболее важных социальных задач является газификация населенных пунктов. За 9 месяцев 2023 года были введены эксплуатацию и распределительные газопроводы высокого и низкого давления. В следующих населенных пунктах деревня Кирьянова, деревня Бокова, Торохова, Зубова, Буркова, Копенная, Бакунина, Сысова, Суздалева, деревня Нечаиха, Охлебаиха, деревня Лосева, Митинская, Харламиха, Чистомежная. Межпоселковый газопровод высокого давления к деревням Лебедева, Сбоиха, Ягодная, Пшеничная, Кузнечиха, Тренина. Газопровод низкого давления к этим деревням готовится к сдаче надзорным и контролирующим органам. Планируемый срок ввода – 4 квартал 2023 года. Продолжая тему строительства, нельзя не отметить и два долгожданных социальных объекта, открытие которых запланировано в следующем году в ГРЦ – детского сада в микрорайоне Галанина и школы в микрорайоне Невском. В садике в настоящий момент продолжается кирпичная кладка стен, ведутся работы по устройству бассейна. Школа готова практически наполовину. Вместе с тем, уже сейчас депутатов волнует вопрос подъездных путей к школе. Этот вопрос был поднят на сентябрьском заседании. На этом народные избранники вернулись к теме. Депутаты организовали комиссию по изучению и предложению по подъездным путям и парковочным местам. Данный проект сейчас был представлен, будет рассмотрен, ну и какие-то меры будут, безусловно, приняты. Потому что это очень важный вопрос. Детей сейчас, сами знаете, родители возят на автомобилях. Поэтому, насколько там будет загружено подъезд к школе в утренние часы и после окончательных занятий, это очень, я считаю, актуально и важно. Могу сказать, что строительство объектов, которые сейчас реализуются в рамках тех или иных программ на территории Годецкого муниципального округа, идут пока нормально, но есть некоторые недочеты по графику. То есть, более вероятно, будет смещение. Но в целом наблюдается тенденция к тому, что, может, и задержка, но все будет выполнено в полном объеме, соответственно, надлежащего качества. Поэтому, как это касательно и школы, и детского сада, и других объектов, и капремонта ДК Северный, уже на данный момент виден результат. И думаю, что вот эти небольшие задержки можно и подождать будет. В обсуждении доклада директора учреждения Городецстройсервис Ирины Севковой депутаты подняли проблемы с состоянием еще ряда объектов в Городецком округе. Планируется ремонт библиотеки номер 28. Это вот, согласно письма, которым нам направили Евгений Васильевич, хочет, что и мне, читатели вот этой 28-й библиотеки, находящейся в сфункции Меллиоратора. Вообще, она подсдор. Вот я там хожу в библиотеку, и все надо ремонтировать. В том году эта библиотека была отремонтирована, потому что крыша текла, и она у нас вот так вот, и пристроена в здание. Крыша была отремонтирована, но это не спасло. Мы предлагали жителям, что на время перенести библиотеку в другое помещение и сделать там капитальный ремонт. Жители стали, вот, прямо насмерть сказали, неразрешим, потому что не верим вам, что вы потом опять возобновите здесь работу в библиотеку, поэтому ремонт был сделан, к сожалению, в таком урезанном состоянии. Сегодня Управление культуры и туризма осмечивает по-другому, уже более капитально, потому что только так, как в том году, это не принесет этой библиотеке какой-то эффект. Поэтому смета сегодня разрабатывается, эта библиотека обязательно будет ремонтироваться. Всего в повестке дня октябрьского заседания Земского собрания значилось 9 вопросов. Депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества округа на следующий год, были определены формы проведения торгов на право установки рекламных конструкций, а также утверждены кандидатуры на вручение наград, в частности, к профессиональному празднику – Дню работника автомобильного транспорта.